Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Борис Нелепо, я вас всех приветствую. У нас сегодня, какой уже по счету, седьмой день этой ретроспективы, посвященной одному фильму, ретроспективы одного фильма. И сегодня этот день был запланирован как такая некая передышка между длинной версией фильма и короткой версией фильма, поскольку вот длинная версия фильма завершилась вчера, мы показывали ее в шести вечерах. За это время образовался, как и собственно сам фильм, который рассказывает о группе сообщников, конспираторах, заговорщиках. Так, мне кажется, за эти шесть дней на самом деле в Реглядтеатре собралась своя какая-то синефильская группа 13, своя группа заговорщиков, которые ходили на эти сеансы. Здравствуйте, завтра у нас закрытие, даже можно позволить сказать торжественное закрытие этой всей ретроспективы. Мы показываем кинотеатральную альтернативную версию фильма, она называется Outland Призрак. Очень логично, что фильм, который посвящен, который состоит, сквозной мотив которого является постоянное отражение, зеркала, обломки зеркал, где, в общем-то, это подчеркивается даже постоянно визуально, где есть две театральные трупы, которые друг друга дублируют, где есть герои, которые друг друга отражают, где есть героиню, у которой два разных имени. В общем, совершенно закономерным образом у этого фильма есть тоже свое зеркало, свое отражение. Это фильм «Призрак», который мы показываем завтра, и тоже я очень его рекомендую, потому что он совсем другой, хоть он и сделан из того же материала, это само по себе, мне кажется, потрясающий урок кинематографа, как можно абсолютно разные фильмы с разным ритмом, темпоритмом, в общем-то, эстетикой и сюжетом снять из одного материала, собрать из одного материала. И сегодня у нас, собственно, вот такой вот день, такая пауза между этими двумя показами, но в эту паузу мы включили документальную картину, которую мы тоже очень рады показать. Это тоже российская премьера, как и, собственно, фильм «Реветта», который тоже мы впервые в России показываем. Это российская премьера фильма «Парижские тайны», возвращение к фильму «Аут Ан», где можно услышать свидетельство, собственно, практически всех участников съемочной труппы. И в том числе увидеть очень редкие архивные интервью Жака Реветта. И мне кажется, что это дико интересно, потому что вот в газете «Синефантом», которую мы подготовили, там есть интервью с Жаком Реветтом, но мне кажется, что видеть Жака Реветта, видеть его жесты, то, как он, собственно, строит свою мысль, как он формулирует свою мысль, то, как у него, собственно, слова нанизываются на какую-то нить, это дико интересно и дико важно. Поэтому, собственно, продолжение этого вечера, как у нас закончится обсуждение, Как у нас закончится обсуждение, на малой сцене мы начнем этот сеанс документального фильма. В этом документальном фильме единственный из участников съемочного трупа, кто не представлен, это господин Жан-Пир Лео. И, к сожалению, я вынужден перед вами извиниться и сказать, что у нас сегодня на нашей встрече сегодняшний Жан-Пир Лео тоже не будет. Не будет, потому что он счел, что все-таки он предпочитает говорить о фильмах, во-первых, в более таком практическом смысле, рассказывая какие-то анекдоты или истории со съемок, как это, собственно, было вчера, когда он представлял финальные серии сериала. Также это будет завтра, когда он будет представлять сокращенную версию фильма, где он обязательно появится. И плюс нужно относиться с пониманием к тому, что он в этом году снялся в двух фильмах. Один «Смерть Людовика XIV» Альберта Серры, а второй «Японского режиссера», имя которого у меня вылетело из головы, за что я извиняюсь. В общем, во всяком случае, несомненно, я приношу вам свои извинения. Тем не менее, на нашей встрече сейчас будет присутствовать Алексей Медведев, программный директор фестиваля «Край света», арт-директор «Послание к человеку», один из самых тонких и замечательных критиков, которые вообще есть в нашей стране. И Бриджит Лео, как мы пошутили, аватара Жан-Пьера. И прежде чем пригласить их на сцену и, собственно, начать нашу такую вот импровизированную беседу об этой картине «Реветта» и о том, собственно, что за эти шесть дней мы уже пережили, что нам предстоит пережить завтра, я хочу передать слово Симеону Мерзаянцу из французского посольства, правильно? Поскольку, извиняюсь, поскольку надо сказать, что все это чудо и волшебство, это ретроспективы, я не боюсь этих слов, может быть, немного наивных, возможно, стало, конечно же, во многом благодаря помощи, щедрой помощи французского посольства и французского института в России. Симеон, передаю вам слово. Спасибо, Борис. Спасибо, бонсуар, бенвеню, добрый вечер, добро пожаловать. Да, конечно, нам все очень жалко, что Жан-Пьер Леос не смог прийти сегодня вечером, так что я тоже извиняюсь в имя посольства Франции и французского института. Но ее жена пришла, вы будете с ней поговорить. Вы ничего от меня не будете учить сегодня вечером, потому что я был восторген, столько людей смотрели каждый вечер. Полный зал, чтобы смотреть этот особенный фильм «Аутуан» с такой интерес, так что я хочу вас благодарить за вашу страсть. Спасибо, Борис Нелепо, за предложение, потому что это также была возможность сделать омаж Жака Реветт, который умер в прошлом году. Единственное, что у вас не хватает, это может быть французский язык, чтобы смотреть еще раз этот фильм, длинный фильм на французском без субтитров. Так что приходите к нам в французский институт, чтобы учить французский язык, и мы увидимся еще раз, потому что ваш интерес покажет, что есть смысл еще раз сделать такие проекты, пригласить в Москву, в Россию. Такие большие лицо французского кино, потому что вы самые лучшие зрители здесь, в России, должны сказать, вы все знаете о нашем кино, вы все уже знаете, так что я не буду ничего сказать. И еще раз спасибо за внимание. До свидания. Тогда я приглашаю Брюжит Лео, Алексея Медведева, и также хочу отдельно поблагодарить прекрасного переводчика Риму Генкину, который будет, собственно, нам помогать найти общий язык. Алексей, Брюжит, Брюжит. На самом деле здесь очень много аспектов, связанных с фильмом, которые, мне кажется, будет интересно обсудить, потому что вообще это очень странно, что этот фильм к нам, Жак Реветто, я думаю, многие, кто режиссера Жака Реветто любит и знает, для них этот фильм стал, может быть, одним из последних фильмов Реветто, которые они увидели. То есть, в общем-то, так, по крайней мере, стало со мной. То есть, на самом деле, один из самых ранних фильмов Жака Реветто, ретроактивно, был увиден мной в последний момент. И это всего лишь его четвертая картина, и та картина, в которой он пытается найти вот этот новый язык, новый язык импровизации, отказаться от, ну, собственно, даже от новой волны. Я считаю, что вполне резонно это даже называть постновой волной. И мне кажется, что сам этот фильм — это обещание какого-то нового кинематографа, мечта о новом кинематографе, быть может, нереализованное, но, тем не менее, его место... Я стараюсь чуть помедленнее говорить, чтобы вы могли приводить. Но его место, собственно, во французском кино 60-х и 70-х годов, такое очень странное, потому что мне кажется, что это, я не знаю, согласится ли со мной Алексей, Брижит, но это один какой-то вот такой переходный момент, когда новая волна уже совершенно точно закончилась, а кинематограф 70-х и 80-х годов еще не начался. И это, на самом деле, такая, ну, как я уже сказал, мечта, догадка, предположение, каким он мог бы стать. Хотя в конечной части он таким, разумеется, не стал, и Аут остался таким абсолютным каким-то монументом, существующим совершенно единственным числом числе. Вот. И в то же самое время, конечно, это фильм, который является то, что по-английски называется, капсулой времени, такой снимок и отпечаток, во-первых, театральных практик того времени. Я уже говорил несколько раз, когда я представлял фильм, что мы здесь можем увидеть актеров Питера Брука, актеров, которые работали с Ежи Гротовским, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, какие-то ключевые лица французской синефилии, французской новой волны. Например, Ирик Ромер здесь появляется, может быть, и в небольшой роли, но очень серьезный. И Бернард Айзеншитц, Барбет Шрёдер. Таким образом, у нас есть полная тоже такая картина. И плюс, конечно же, вот в этом фильме есть три героя, которые не появляются ни разу. Я их в газете назову персонажем МакГаффины, поскольку, как вот хичкоковский МакГаффин, то, чего нет в фильме, но то, что является неким мотором и движителем этого фильма. Потому что эти герои, вот если вы посмотрели фильм, вы помните, что они упоминаются в каждой серии по много раз, но ни разу не упоминаются. И мне кажется, что таким МакГаффином на самом деле в этом фильме является май 68-го года и его последствия. Потому что, в отличие от фильма «Мамочка и шлюха» Жанна и Сташа, где всё-таки напрямую ведётся речь, где напрямую ведётся речь о последствиях мая 68-го года, здесь фактически не упоминается ни разу. Это действительно такой МакГаффин. Но мне кажется, эта атмосфера этого такого застывшего Парижа, потерянных людей, она очень важна. И в то же самое время здесь есть что-то противоположное, потому что мне кажется, что несмотря на отчаянный финал, потому что вчера мы видели, финал действительно оставляет нас опустошёнными, и этот фильм не является депрессивным. То есть, мне кажется, само его существование, сам факт его существования, того, что удалось его снять, является неким вот этим вот обещанием постмая 68-го года. И в то же самое время, конечно, мне кажется, сейчас его смотреть очень тяжело, в смысле очень странно, извините, его смотреть очень странно, поскольку то, что всё равно могло тогда сниматься как документ некой депрессии и отчаяния, сейчас для меня лично смотрится как процессом какой-то некой утопии, где люди могут посвящать часы, дни и годы занятиям, которые не должны, и никто не хочет, чтобы они приносили каких-то результатов. И, собственно, в общем-то, в мире такого как бы неолиберализма и идея о том, что всё должно быть продуктом и так далее, конечно, если посмотреть как бы из нашего 21-го века на это, этот фильм производит впечатление как раз тоже такой, в общем-то, своего рода утопии. На мой взгляд, я не знаю, согласятся ли со мной наши коллеги. Я позволю себе сказать несколько слов. Большое спасибо Борису за это вступление и за то, что вообще сделал возможным показ этого фильма в России. Фильм, хотя и был доступен на Рутрекере благодаря стараниям энтузиастов, и я даже знаю нескольких людей, которых я не могу назвать синефилами, но тем не менее для них просмотр этого фильма стал опытом, изменившим их жизнь. И они говорят, что всё время думают и как-то осмысляют уроки этого фильма. Но когда Борис говорит о капсуле времени, мне пришла в голову другая метафора, которая, тем не менее, может быть, близка. Мне этот фильм представляется таким ноевым ковчегом. С ноевым ковчегом его объединяет многое. Во-первых, вот этот невероятный масштаб. Фильм продолжается, как вы знаете, 12 часов 40 минут, полная версия. И хотя он вроде бы как-то делался с неким намёком на телевизионные показы, на самом деле речь идёт, конечно, о том, что это кино. Так что масштаб действительно библейский, действительно абсолютно сногсшибательный. И мне даже приходит в голову, что те, кто из вас интересуется современной философией, я, может быть, знаю, что есть такой философ Тимоти Мортон, который вводит понятие гиперобъекта. Это нечто, по отношению к чему мы не можем испытывать, мы не можем созерцать его со стороны. Мы можем оказаться только внутри. А оказаться внутри — это, на самом деле, определение любви. То есть быть внутри чего-то — это значит что-то любить. Вот этот фильм даёт нам уникальный опыт синефилии в её этимологическом смысле. Мы действительно не можем анализировать этот фильм, не можем смотреть на него со стороны, не можем разъять его на части. Мы можем быть только внутри и любить его, если мы с ним совпадаем. Развивая вот эту метафору Ноева Ковчега, можно сказать, что, как вы помните, в «Ковчеге» все твари присутствуют по парам. И то, о чём говорил уже Борис, вот эта зеркальность, отражение и двойственность, принципиальная двойственность этого фильма, она присутствует во всём. Она присутствует и в том, что есть две трупы, у героини там есть два имени, у реальности дневной есть как параллель некая реальность, как бы тайная, подземная, вечерняя реальность тайных обществ. То есть вся вот эта парность, которая присутствует в этом фильме, это тоже работает на метафору Ковчега. И, конечно, Ковчег — это нечто, что изобретает ревет невольно, несознательно, для того, чтобы донести до потомков, в том числе и до нас, вот этот невероятный дух свободы и игры, который воплотился в таких явлениях искусства, как французская новая волна, в таких политических явлениях, как май 68-го года. Именно поэтому этот фильм снимается, замысел его приходит практически сразу после поражения мая 68-го года. И в этом смысле, мне кажется, вот эта капсула времени, что вот этот дух свободы, игры, творчества, принципиальной двойственности, иронии, постоянного раздваивания, отсутствия как бы любого буквализма, любой однозначности, постоянно работающая стихия творчества, которая заключается в эту капсулу, и парадоксальным образом она не стареет. Это как бы консервы, но консервы, у которых нет срока годности. Их вскрывали в 90-е годы, когда произошло восстановление копии, и первые показы какие-то, фестивали фестивальные, потом фильм показывали на телевидении. Но все равно этих показов было мало. Но мне кажется, вот сейчас как раз какой-то происходит ключевой момент, когда этот ковчег с полной этим духом творческой свободы, который вложил в него Ревет и все создатели фильма, и включая, конечно, Жанна Пьера Лео, о котором мы еще сегодня поговорим, он пристает к берегу. Он пристает к берегу, и он является тем инструментом, который нам напоминает о том, что возможно в кино, что возможно в жизни, и что возможно в политике. А возможно, на самом деле, все, если дух творческой свободы нас не оставит. Что меня в свое время поразило, когда я первый раз смотрела Аутуан, это именно импровизационная сторона, но универсальность этой импровизации, все импровизация. И то, что сами актеры, они не только придумывали персонажей, они, собственно, иногда и были этими персонажами. То есть этот персонаж был отдан полностью на откуп актеру. Я думаю, что каждый актер в этом фильм был devenен актер-фетич. Я не знаю, как вы это понимаете, но это были очень интеллиженты. И я думаю, что этот фильм не мог быть возможным с помощью таких актеров. И вы знаете, не знаю, как вы это воспринимаете, актеры, которые играли в этом фильме, и они стали актерами-фетишами. И это немного странно звучит, но в этом фильме играли очень умные актеры. И работа была построена не только на двойственности, но и на контакте, на удивительном контакте между актерами. И только поэтому это и могло осуществиться. Это мощные персонажи, мощные личности. И я вспоминаю, когда два года назад они вновь представляли Аутуан в Париже. И в том, как он говорил о фильме, и в его комментариях чувствовалось, в каком неразрывном контакте, в какой близости с Риветом он работал. И в том, что Ривет не давал его прямых указаний. Но он знал, что Ривет ему не давал. То есть это, в каком-то верхнем чуть-чем было угадывание того, что Ривет от него ждал. И это, в таком виде, c'est le fait que la caméra était très souple et qu'il pouvait la technique de la manière dont la caméra existait, qui était moins lourde, permettait davantage de mouvement et de liberté aussi. C'est une très légante, d'une très bonne caméra, c'est une très bonne caméra, de la travail d'opérable. Je ne sais pas, comment la légсть определir en tant qu'il terme, parce que la caméra c'est une très bonne caméra, c'est une très bonne caméra, mais ici, c'est une nouvelle technologie de la travail d'opérable. Et là, c'est une vie de la même film, de la même évole. восприятия. Я еще одно, а потом я помолчу. Это что в фильме есть часть меч, часть магии, часть реальность и и и и и все все с в и это 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 и и реальность даже и и и это и в и в и И еще одна удивительная особенность этого фильма, в нем есть и мечта, и некая магия, волшебство, и главное, настоящее время. Но ощущение, что все эти его элементы, все эти аспекты разворачиваются исключительно в плане настоящего. И что актеры существуют в настоящем, даже когда речь идет о воображаемом плане. Все так? Вы можете говорить погромче. Погромче? Хорошо. Так вот, и актеры существуют в настоящем плане, существуют в настоящем, даже когда они говорят о воображаемом, больше того. Даже когда они говорят о прошедшем времени, это полное ощущение, что оно переживается в настоящем. То есть все временные пласты переводятся, сводятся, переводятся и воспринимаются в настоящем времени. И это настоящее время не только все переплавляет в единственно возможное настоящее, но оно еще и уходит в будущее. Мне кажется, что еще интересно, я не знаю, согласится ли со мной Алексей Брижит, что вот... Мне кажется, этот фильм, вот вчера он закончился, это тот фильм, который нас ставит в тупик, ставит в тупик нас намеренно. И мне кажется, что вот эта, в общем-то, невозможность его интерпретации, о которой уже Алексей заговорил, тоже является предметом фильма, поскольку, если вернуться к герою Жан-Пьера Лео, который, очевидно, все-таки является главным героем этого фильма, если вы позволите так мне выразиться, и действительно он как бы движется от первой серии к последней. Так что он делает, собственно, кто он, кем он является? Он является дешифратором, он является интерпретатором, он является человеком, который отказался от своей речи. Мы не знаем, почему он это сделал, он является человеком, который отказался от некого, от социальной жизни. И, к слову говоря, мне это напомнило книгу Жоржа Перек «Человек, который спит», опубликованную за несколько лет до съемок фильма. Но вот я спрашивал господина Жан-Пьера, читал ли он ее, и он сказал, что она имя читала. Таким образом, мы до конца не понимаем в социальную среду, кто этот герой, откуда он пришел. Но очевидно, что это человек, который, когда мы его только встречаем, а мы с ним только знакомимся, он как вот Перековский герой, человек, который потерял какую-то землю под собой, ее нет. И когда ему приходят тайные послания, которые он начинает разгадывать, он за них цепляется, собственно, в такую спасительную соломинку. И вот я позволю себе, у меня как раз выписаны оттуда цитаты из фильма, фразы, которые меня каждый раз, когда я этот фильм смотрю и пересматриваю. Я пересматривал один раз, так скажем. Смотрел один раз и пересматривал один раз. Ну и сейчас вот вместе постоянно на малой сцене тоже смотрел фрагментами. Так вот, фраза, которая меня как-то больше всего трогает, вызывает какие-то сильные эмоции, когда он ближе к конце, колен, герой Жан-Пьера Лео, восклицает, спрашивает. Это розыгрыш, но если бы это было так, весь этот мир волшебный и таинственный, в котором я продвигаюсь вперед, мгновение бы повлек. И, собственно, мне кажется, что это является подтверждением вот этой моей теории о том, что смысл — это еще один Макгаффин, которого здесь нет, но его нет не только для нас, как для зрителей, но его нет для героев. Если, может быть, обобщать более широко, то его нет и для вот этих молодых людей, которые являются этим поколением мая после 68-го года. Не знаю, что на этом могут Алексея и Брежит сказать. Я бы хотел сказать, что да, я согласен, но я бы хотел ту же самую мысль, может быть, рассмотреть с точки зрения того, как сделан этот фильм, как устроено, по каким эстетическим законам он работает. Дело в том, что самое главное, что нужно понимать, что перед нами не четко определенная нарративная история, а перед нами настоящее чудо, перед нами поле возможностей. Как сделать фильм, который представлял собой вот такое поле, которое каждый раз в зависимости от зрителя, в зависимости от ситуации показа, что это складывается по-новому, складывается в новую структуру, которая может обладать неким новым значением, вот это вот и есть настоящее чудо. Посмотрим, как это происходит, допустим, на премьере того, как работает Джанкьер Лио. Для того, чтобы создать такую структуру, как сам Ревет ее называл, самопорождающая структура, нужно сделать фильм прозрачным, нужно, чтобы процесс его создания входил, стал частью этого фильма. И если мы узнаем о том, как Джанкьер Лио работает над ролью, я не так давно перечитывал его интервью, где он очень здорово это описывает, про то, что он очень любит репетировать, он очень любит повторять свой текст, выучивать его наизусть и повторять его до той степени, когда, как он сам говорит, от означаемого мы переходим к означающему, от означающего к морфеме, к фонеме, то есть когда текст фактически теряет смысл, превращается в какое-то магическое заклинание, у которого нет смысла, к которому он отсылает, но у которого есть сила, которая вкладывается в эти слова. И в этот момент он начинает сниматься для того, чтобы передать вот эту силу текста. И если вы посмотрите на самые лучшие, самые знаменитые сцены с Джанкьером в этом фильме, то вы увидите, что сам процесс показан нам. Мы видим, как он повторяет, пытаясь дешифровать вот эти загадочные послания, так или иначе связанные с охотой на снарка Льюиса Кэрролла, как он повторяет без конца одно и то же слово, как бы вот переходя в эту другую вселенную, где стихи, где слова, как говорил Хармс, становятся как бы материей, становятся камнем, который можно бросить в окно, и окно разобьется. И вот удивительно, насколько Реветт точно угадывает природу дарования каждого из своих партнёров по созданию фильма, в частности, творческий метод Лио, переносит его на экран и делает его частью фильма, частью сюжета, частью истории. Вот это позволяет создать самопорождающую конструкцию. Смыслы, которые не перестаёт производить смыслы и почти через 50 лет после своего создания. Как реальный свидетель творческого процесса Жан-Пьера могу сказать, что это именно так. Это до бесконечности повторы, до вводящие до безумия, и потом начинается саморабота. Я просто хотел чуть-чуть добавить про это поле возможностей, о котором ты заговорил, потому что, опять же, вот та версия «Призрак», которую вы сможете увидеть завтра, ну, не сокращенная, а реативная версия, вот мы как раз и видим эту игру с этим полем возможностей, потому что что, мне кажется, самое удивительное, как бы сравнивать эти два фильма, что в «Призраке» мы узнаём про этот мир и про этих героев гораздо меньше. Нам даётся гораздо меньше деталей, нам даётся гораздо меньше информации. И при этом этот фильм, который оказывается более складным, что, опять же, является, в мой взгляд, таким мета-высказыванием про этот смысл, потому что получается, что в том фильме, где мы узнаём очень много всего, в нём всё меньше и меньше концов, так сказать, сходятся друг с другом. А если бы была версия Out1 ещё более длинная, и мы бы узнали бы ещё больше про этих героев и их отношения, наверное, это вообще уже был бы какой-то совершенно сериалистический фильм, хотя и здесь есть фрагменты сериализма. Ну, собственно, он называется Out1, потому что, насколько я понимаю, Жак Ревет ещё думал о том, что это можно как-то продолжать, но сам Красновый Турьон говорит, что при этом было понятно, что вряд ли им будет интересно это продолжать. Так случилось, собственно, как бы никакого продолжения не случилось, поэтому он решил лучше закончить, сделать именно такой финал, который будет именно финалом. То есть не всё... Потому что финал всё-таки есть. Хотя надо сказать, что финал лично загадочный. Не знаю, может, Алексей или Ближица скажет, что они думают про последний план фильма, когда появляется статуя Афины на станции метро Пор-де-Ре, и одна из героинь, это, по-моему, Эллен Карагёс, или... Когда она... Эрмин Карагёс, извиняюсь, Мари, которая, собственно, связалась с первой серией и последней, потому что Мари была именно тем человеком, который доставил послание Жан-Пьеру, Лё, Каляну, герою. Она в первой серии доставляет ему эти секретные послания, которые он начинает раскладывать. Таким образом, этот механизм запускается ей, и ей завершается, когда она стоит... Ну, я не знаю, можно сказать, потерянная, потому что я даже не могу... Потому что этот кадр настолько загадочен, настолько энигматичен, что я даже не могу понять, с каким она стоит уражением в лица, является она потерянной или не потерянной, потому что про её персонаж мы тоже, собственно, ничего не узнали, хотя мы можем предполагать, что она является одним из тринадцатых. Вот. Я не знаю, если, может быть, когда вы смотрите, вот эта статуя Афины имеет какие-то, собственно, свои коннотации. Вот чего не знаю, того не знаю. Не могу расшифровать. Ну, возможно, наверняка у этого кадра есть какие-то скрытые значения, но если говорить о логике построения этого мира, то для меня как раз кадр этот... понятна его функция, да? Это такое, как бы, маленькое окошечко, которое лишний раз говорит нам о том, что количество историй, развивающихся одновременно в этом фильме, бесконечно. Как если помните, там в одной из последних серий то и дело появляется, там просто кадр улицы, да, там станции метро, одной из окраинных станций, где они осуществляют свой поиск Рено, укравшего деньги. Вот. И это такие окна в реальность многомерную и многоплановую. Вот то, что я, может быть, не очень удачно сравнил, обозвал философским термином гиперобъект, да, когда происходит, вот как в детской книжечке, когда мы открываем, там, так сказать, окна и двери, и за каждым из них видим какую-то жизнь, какую-то линию, которая могла бы продолжиться и которая на самом деле продолжается, потому что это фильм, который не кончается. Именно это значит, вот этот загадочный конец, что это фильм, который не кончается. Это, так сказать, знак того, что вот те истории, свидетелями, которых мы были, они продолжают развиваться в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, есть еще один человек, о котором мне хотел, я думаю, Jean-Pierre очень бы хотел, чтобы мы о нем вспомнили. Это Сюзанна Шифман. Дело в том, что она была рядом с Жан-Пьером Лео и когда он снимался у Реветта и когда он снимался у Трюфо. И, для Жан-Пьера, это женщина, без которой эти режиссеры не могли построить свой фильм с широким, с которой они его построили. И с точки зрения Жан-Пьера, без этой женщины ни один из этих двух режиссеров не смог бы выстроить свои фильмы в том объеме и с той глубиной, с какой они их выстроили. Я просто хотела упомянуть ее роль. Это часть исчезнувшей натуры, но очень важная часть. И для Жан-Пьера Лео это очень значимая личность в создании этих фильмов. Собственно, тогда я немного скажу про Сизану Шифман, потому что, действительно, Жак Реветта ее поставил даже со-режиссером, но это тоже у Реветта всегда очень интересно, то, как он свои титры выстраивает. То, что Жак Реветт же никогда, может быть, за исключением своих самых первых короткометражек, которые стали доступны буквально в прошлом году, потому что их нашли в архиве, до этого они считали, что они были уничтожены. По-моему, вот эти короткометражки являются исключением, но начиная с его официального начала, фильмография, он же никогда себя не называл режиссером. Он всегда ставил свое имя в титрах, вот если вы обратили внимание, то же самое в титрах Out On, он просто писал скромно постановка Жак Реветт, Мизан Сан, Мизан Сцена, Жак Реветт. И, соответственно, в титрах Out On это Мизан Сцена, Жак Реветт, и Ко Реализасион, то есть Сори Жисура, Сюзан Шифман. И, на самом деле, ну, просто не хочется совсем повторять нашу газету, которую, надо сказать, газету Сине Фантом, поскольку вообще вся эта репроспектива и наша сегодняшняя встреча проходит под эгидой Сине Фантома, за что, надо сказать, отдельное спасибо Глебу Олейникову. И в этой газете собственно очень подробное интервью, где Реветт рассказывает о роли Сюзан Шифман и где он говорит, что были все идеи, как делать этот фильм, но она была именно тем человеком, который смог составить график, расписание. Вот если вы там долистаете на определенной странице, даже мы вставили изображение их графика съемок, где этого плана подробного, где были расписаны дни и персонажи, то, как они были должны встречаться, а дальше уже импровизировать. Соответственно, это то, чем занималась Сюзанна Шифман на этом фильме и как раз Реветт указывает, что без нее этот порядок было бы невозможно организовать. Но вообще, если я не ошибаюсь, Сюзанна Шифман в «Американской ночи», где тоже играет Жан-Пьер Лео Франсуа Трифо, там есть героиня, посвященная собственно, Сюзанна Шифман, потому что она начинала как то, что называется по-французски скрипт, скрипт-керл, это как по-русски сказать, помощник, помреж. Помреж, да. Да, помощник режиссера. Клопушка расписывает кадры. Клопушка расписывает кадры это помреж. Она начиналась с этого, а потом она стала сценаристом и соавтором Франсуа Трифо, в частности, фильма «Последнее метро». Действительно, это очень важная фигура, работающая с Франсуа Трифо. А далее она сама сняла две картины и последняя картина телевизионная, там тоже играет Джон-Пьер Лео. К сожалению, не видел этого фильма, он очень редкий, он никогда не издавался Это смешное вот это пересечение между... Точнее, не пересечение, конечно, но смешно, что у нас возникает «Американская ночь», поскольку там тоже в роли самого себя появляется человек невероятно важный для Out1. И мы не можем тоже его не упомянуть, раз мы говорим про Сезанну Шехман. Это Пьер Зюка, который делал те самые фотографии. Если вы помните, каждая серия начинается с фотографий со съемок и эпизодов. черно-белых, которые, собственно, являются кратким пересказом предыдущих серий. И эти фотографии были сделаны Пьером Зюган, который на тот момент был очень востребованный именно фотограф, работающий на съемках. Затем он стал режиссером, вот режиссером того, что я как раз называю постновой волной, режиссером принципиальным. Единственный вообще кинорежиссер, который обращался к творчеству Пьера Квасовского, Квасовского. И он говорил, что, конечно, этот Out1 стал для него тоже, когда мы говорили о том, чем этот фильм является, обещанием, надеждой, толчком, конечно, он стал для него, он сам говорил в интервью, что вот этот опыт, который он видел у Реветто на съемке, собственно, и тоже был такой мотивирующей силой для того, чтобы перейти в режиссуру. и это случилось со многими людьми, например, Жан-Француза Стивенен, герой, который играет Марлона, который избивает Фредерику, вторую главную героиню, появляется лишь на секунду. Это была абсолютно импровизированная сцена, его первая роль. Сейчас Жан-Француза Стивенен очень востребован актер, помимо того, что режиссер, у которого больше сотни ролей в его фильмографии. Я, наверное, не удержусь от искушения, все-таки хочу задать личный вопрос Брежит о Жан-Пьере. Те из вас, кто неравнодушен к кино, наверное, видели это очень известные кадры, пробы Жан-Пьера к фильму «400 ударов», когда ему было 14 лет. и это такой очень пойкий, веселый мальчуган. И режиссер спрашивает его, ну, а по жизни-то ты веселый или грустный? И он такой, говорит, я очень веселый, очень веселый. Можешь, ты и трагерь? Вот. И вопрос о личности Жан-Пьере. Он остался таким же веселым, каким он был, в 14 лет. Как развивалась его личность, творческая и его характер? это... Я бы сказала, что Жан-Пьер очень любит жизнь, у него какой-то невероятный аппетит к жизни. И, эффективно, он plutôt гейм. Ну, на самом деле, да, скорее, веселый. Но он довольно субтит. Но я бы сказала, что он очень хрупкий. Он достаточно хрупкий или ранимый, тут масса значений у слова, что и определяет его меланхоличный характер. Но он один из тех людей, который может заставить смеяться нас, причем смеяться очень искренне и совершенно неожиданно. Он всегда удивляет. Он не может нижнего, нижнего, невозможно предвидеть. Если он следует, он ирит более чем в Аутуан. Он не знает где. и если идти вслед за ним, то окажешься, Бог знает, где за горизонтом. мне кажется, что это прекрасное завершение нашей беседы. Я хочу поблагодарить еще раз Брежит Лео за то, что она поучаствовала в нашем разговоре. Я хочу поблагодарить Алексея Медведева. Для меня большая гордасть общей сети. Она с тобой, Леша, и говорить про кино, про реветы. И, конечно же, Риму Генкину, которая помогала нам с переводом. И, собственно, мы сейчас завершаем эту беседу. Соответственно, минут через 5-10 на малой сцене начнется показ документальной картины «Парижские тайны. Возвращение к Аутуан». И еще раз я хочу поблагодарить Глеба Олейникова, «Синефантом», Ирину Тохареву, и, разумеется, Эрик Театр, и Бориса Юрьевича Юхананова за то, что вот это чудо, эта ретроспектива случилась. Спасибо вам большое, что вы ходили на сеанс. Спасибо большое, что вы пришли сегодня. И надеюсь, что завтра мы вас не разочаруем и картина будет представлять Жан Перлева. Спасибо большое. Спасибо.